Далевое строительство Далевое строительство Далевое строительство Далевое строительство он же застройщик жилищных сертификатов, ну, надо сказать, что это крайне редко случается. И третий способ – это вступление граждан в жилищно-строительные кооперативы согласно законодательству Российской Федерации. Значит, если привести статистические данные, то в России порядка 80% жилья в строящихся многоквартирных домах осуществляется, продажа таких домов осуществляется посредством заключения договоров долевого участия. Эта цифра примерно составляет порядка 80%. Ну, в больших городах Москва, Петербург – это еще цифра выше. Значит, у нас на Севастополе, начиная с 2015 года, также заключаются договоры долевого участия в соответствии с 214-м федеральным законом о долевом строительстве. Данные договоры проходят обязательно государственную регистрацию, все в реестре. Такие застройщики подают нам ежеквартальную отчетность. Мы полностью контролируем процесс строительства, контролируем, куда же направляются привлеченные деньги, на какие объекты, то есть осуществляем полностью контроль в этом направлении. Но надо сказать, что не все застройщики пошли по этому пути. Есть так называемые недобросовестные застройщики, которые посредством создания жилищно-строительных кооперативов, которые не имеют в своем распоряжении земельного участка или разрешения на строительство, привлекают денежные средства граждан. На это стоит гражданам обращать особое внимание, прежде чем принимать какое-то решение. Приведу пример. Всего за сентябрь-декабрь прошлого года нами было проведено 9 проверок жилищно-строительных кооперативов и компаний-застройщиков на предмет законности привлечения денежных средств в объекты строительства. Было установлено, что кооперативы не соблюдают действующее законодательство, а именно без наличия земли или разрешения на строительство, принимают деньги граждан. По результатам проверок было составлено 63 административных протокола. Вынесено постановление на общую сумму 13 миллионов 760 тысяч рублей. Вынесено 13 предписаний кооперативам об устранении допущенных нарушений, а трем кооперативам и вовсе приостановленной деятельности. Стоит еще, наверное, добавить, что штрафные санкции за незаконное привлечение денежных средств имеют такой существенный размер от 500 до 1 миллиона рублей за каждое незаконное привлечение денежных средств граждан. По результатам выданных предписаний 2015 года нами было взыскано порядка 2 миллионов рублей в бюджет города Севастополя. Но вот так, если вкратце, говорить о состоянии рынка в целом в Севастополе. Каковы же изменения в законодательстве для рынка недвижимости запланированы в этой сфере в ближайшее время? Безусловно, законодатель не стоит на месте. Приводится, шлифуются законы 214. Кроме этого, планируется ввести изменения в уголовный кодекс, планируется ввести формальный состав преступления. Если застройщик, который привлек деньги, знал, что он не имеет на это права, то в законопроекте есть оговорка, что такие подлежат к уголовной ответственности. Но правда с одним условием. Если это происходит в первый раз, и он полностью возместил ущерб гражданину, и нет претензий, то на первый раз данная санкция не будет действовать. Что касается 214 закона, то тоже в этом направлении идет работа. Внесены изменения в законодательство. Сейчас уже в первом чтении законопроект слушается. Предъявляется требование к застройщикам. Теперь собственный капитал застройщика, я позволю себе процитировать, должен составлять не менее 5% от величины рассчитываемой, как произведения общей площади жилых помещений, многоквартирных домов, строящихся застройщикам с привлечением средств дольщиков на среднюю цену 1 квадратного метра общей площади жилого помещения на первичном рынке жилья субъекта Российской Федерации. Теперь поясню, что это такое. Вводится такой критерий. Он сразу ограничивает застройщиков, то есть предъявляются определенные требования к застройщику. Теперь застройщик, который имеет установленный капитал, скажем, 10 тысяч рублей, который не имеет ни основных средств, ни оборудования, он в принципе априори не может привлекать деньги граждан. Это делается с целью ужесточить требования как самого застройщика, так и защитить права граждан, которые несут свои деньги в объекты строительства. Кстати, еще этот законопроект определяет также информацию, которая будет размещаться на официальном сайте застройщика. Вводится такое понятие, как официальный сайт застройщика. Теперь на этом сайте обязаны застройщики размещать информацию о всех многоквартирных домах, на которые они привлекают деньги, размещать график строительства, размещать проектную декларацию и разрешительные документы, чтобы каждый гражданин в свободном доступе мог зайти на сайт официального застройщика, посмотреть, полностью изучить документы и только после этого принимать какие-то решения. Также документом расширяются полномочия контролирующих органов. В первую очередь это касается целевого использования застройщикам денежных средств граждан. Опять же, ужесточаются требования с целью сделать наиболее прозрачным этот механизм и чтобы защита дочек была на более высоком уровне. Законопроект предусматривает поэтапное введение новых требований с 1 марта, с 1 июля 2016 года и с 1 января 2017 года. Давайте подытожим, как же обезопасить себя при покупке жилья в новостройках на этапе строительства. Во-первых, необходимо заключать договор долевого участия, который подлежит обязательной государственной регистрации. Обращаюсь к гражданам. Откажитесь сразу, если вам застройщик предлагает какие-то предварительные договоры. Договоры займа, договоры уступка каких-то передачи прав на недвижимость в будущем. Это все незаконные схемы. У нас есть договор долевого участия, который должен заключаться застройщиком. Должна быть заполнена застройщиком проектная декларация, размещена в средствах массовой информации. После этого гражданин приходит, изучает эти документы, смотрит на соответствие предлагаемого договору требованием 214-го закона. Там есть ряд критериев, которые должен содержать договор. Сроки исполнения договора, описание конкретного объекта, который гражданин собирается приобрести, форма оплаты, порядок оплаты. Потом этот договор регистрируется в госреестре, и только после этого идет оплата. Вот в этом случае гражданин может быть абсолютно спокойный, уверен, что его деньги надежно вложены, не будет двойных продаж его квартиры, и, собственно, он находится под государственным контролем в лице нашего управления. Что еще хотелось бы отметить? Есть такое понятие, недобросовестный застройщик. У нас, мы столкнулись с ситуацией, когда, можно так сказать, недобросовестные и дольщики. То есть люди к нам обращаются, люди, не прочитав законодательство, не изучив его, несут деньги в сомнительным кампаниях. Потом приходят к нам. Помогите, сделайте что-нибудь, начинаем разбираться, задаем вопрос. Вы 214 закон изучали, знаете? Нет. Почему? В ответ тишина. То есть это грамотные люди, которые имеют не одно высшее образование, некоторые, то есть так вот, как-то халатное такое отношение. Поэтому хочется обратить, повышайте правовую грамотность. Мы всегда рады помочь. На сайте правительства есть вкладка Департамента архитектуры. Там постоянно мы публикуем статьи. Есть памятник, памятка дольщику, где расписано поэтапно, что нужно делать гражданам. В любой момент вы можете к нам обратиться. То есть мы полностью открыты и готовы к сотрудничеству по любым вопросам. Также нередки ситуации, когда вот такие, такое отношение порождает откровенно мошеннические схемы. Есть некоторые застройщики, которые пользуются незнанием людей, что вот люди несут свои деньги и попросту собирают деньги и исчезают потом. То есть это тоже такая социальная потом возникает напряженность. Они опять же, люди приходят к нам, мы начинаем разбираться. Естественно, мы в этом направлении работаем и с прокуратурой города, и с другими правоохранительными органами. Но еще раз повторюсь, в первую очередь зависит от гражданина. То есть он принимает решение, куда ему внести свои деньги. Внимательно нужно читать документы, внимательно изучать. Мы в свою очередь всегда открыты в этом направлении. Если у гражданина есть какие-то подозрения, что что-то по предлагаемой схеме вызывает какие-то сомнения, он всегда может обратиться в департамент. Телефоны есть на сайте правительства. Или написать нам электронное письмо. Тоже все реквизиты в открытом доступе. Пожалуйста, мы всегда рады помочь. Давайте напомним, по какому адресу вы находитесь, какие-то контактные данные. Правительство Севастополя находится по адресу улицы Ленина 2. Наш телефон 5223. Это прямое нашего управления, по которому можно задать в любое время вопросы, которые интересуют граждан. И есть официальный сайт архитектсобака.сев.gov.ru на сайте правительства. Пожалуйста, всегда рады помочь. А сколько времени занимает процедура регистрации договора долевого участия? В среднем, согласно закону 214 до месяца, то есть с момента подачи заявления, в течение месяца должны рассмотреть заявление гражданина и принять уже решение о регистрации данного договора долевого участия в органах регистрации. В данном случае у нас этим занимается Севреестр. Нужно ли сопровождение, какое-либо юридическое сопровождение? Желательно ли оно в данном конкретном случае? На практике этим вопросом занимается, если порядочный застройщик, у него все прозрачно, есть документы на землю, есть разрешительная документация. В этом направлении никаких проблем нет. То есть сам застройщик с гражданином, они совместно заключают договор долевого участия, он просматривается юридическим отделом, как правило, застройщиком. И уже полный комплект документации с заявлением подается в Севреестр. Вот такая вот процедура. Что относится к проблемным объектам и много ли таких у нас в городе? Скажем так, такие объекты есть. В ближайшее время на сайте правительства, на сайте департамента, будет размещена информация по таким объектам, по результатам 2015 года. Есть оперативная информация, так скажем, наша наработка. С марта месяца мы ведем постоянный мониторинг объектов, выезжаем по городу, смотрим, фиксируем, смотрим график строительства, делаем запросы застройщикам. То есть выполняем ту работу, которая сможет впоследствии собрать массив информации для размещения на сайте. К тому же результаты проверочной работы также освещаются, где можно будет посмотреть, какой же застройщик привлекался, какой нет. На сегодняшний день действует ли сайт застройщиков в городе? Он работает? Такие сайты есть, но я не могу сказать, что это статус они имеют официального. То есть да, они зарегистрированы, но вот опять же повторюсь, будет внесено изменение в законодательство. Уже этот сайт приобретет, скажем так, форму официального. Уже на нем будут официальные реквизиты все, и конкретный гражданин может спокойно смотреть информацию. Сейчас также есть сайты застройщиков. Их просто нужно будет легализовать под определенные критерии, которые будут прописаны в законе. Ну вот, собственно, все. Ну что ж, время нашей передачи «Стекло». Благодарю за компетентное разъяснение. Спасибо, что пришли к нам в студию. Спасибо вам. Напомню, в прямом эфире программы «В контексте» говорили с начальником отдела контроля за долевым строительством, управления по контролю за долевым строительством и обеспечению реализации инвестиционных проектов в жилищном строительстве Департамент архитектуры и градостроительства города Севастополя Дмитрием Щукиным. Эфир же телеканала продолжается. Актуальные темы еще впереди. Оставайтесь с нами. Увидимся. Субтитры подогнал «Симон»